Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте. Добрый день. Я приветствую всех без исключения, кто в эти самые минуты смотрит и слушает телеканал. Первый, единственный в России с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне» телерадиоканал «Страна-ФМ». Программа «Лучшее в стране» традиционная в это самое время. Меня зовут Александра Хайрулина. Я очень счастлива, что первый понедельник этой зимой мы встречаем в компании с потрясающими музыкантами, которые являются одним из лучших в своей стране, но уже претендуют на это звание в нашей. Друзья, музыкальная группа из Италии. Группа «Джаст». Бурдовации, привет. Бонжорно, друзья. Бонжорно. Дарья помогает нам будет сегодня общаться, чтобы не оставалось ни одного человека, который бы что-то здесь не понял. Представим всех ребят по очереди, даже, да, вы нам поможете? Стефано Ричи. Любим, жалуем Джан-Мария Маттеини. Бонжорно. И Андрею Джорджио Паони. Это два брата. Ну что, добро пожаловать. Мы очень рады. И, насколько я понимаю, это первый визит группы «Джаст» в Россию. Скажу сразу, что, конечно же, группа «Джаст» приехала не на экскурсию, это, скорее всего, сопутствующая такая история. Они уже выступили на одной из музыкальных площадок нашей столицы, и выступление прошло успешно. Сегодня мы, конечно, познакомимся поближе с ребятами, с этой группой, с творчеством. Посмотрим клипы и попросим исполнить что-то живьем. Ну, сначала, конечно, наш традиционный вопрос русских. Как вам Москва? Ну, вы же знаете, что это еще не предел. Это еще тепло, это еще тепло, у нас здесь бывают минус-минус. Есть ли что-то, что вам показалось странным у этих русских? У русских, в Москве, ну что-то. Риспетто, риспетто, а литалия, все они все очень более высоки. Ну, вы же говорите, что с травминию с италией здесь есть очень высокие. Которые девочки. А, ну, конечно же, речь идет о девушках. Ну, дело в том, что это потому что Москва, здесь очень много людей, и надо как-то даже видеть себе дорогу. Москва, и много людей, и много людей. Поэтому они очень высоки. В общем так, да. Друзья, ну я очень хочу, чтобы мы вкратце рассказали о группе сколько она существует. Я хочу рассказать в breve, о группе, сколько она существует. Мы знакомы уже 5 лет, уже учились в консерватории вместе, и мы занимались у одного и того же преподавателя. То есть мы уже знали друг друга, то создание группы, мы друзья и были друзьями. И мы решили создать вместе с братом эту группу. Сначала мы связались со Стефаном, который сразу же принял наше предложение принять участие в этой группе. И потом мы связались с Жан-Марией, который тоже согласился. Абсолютно. Почему вы не остановились на четырех? Именно они продолжили дальше. Расширять. Потому что уже сложно в четверонке. Ну, в отличие от трудов, чтобы работать с более человеком, мы уже связались с большим количеством людей. И мы очень похожи с этой группой, даже на уровне тональности и на уровне звука. Но это было больше решением семейным, между мной и братом. Фамильяре. Фамильяре. То есть это было таким семейным решением. Что ж, отлично. Друзья, я предлагаю нам с вами рваться для того, чтобы посмотреть клип группы Джаст. И после чего с огромной удовольствием продолжим общаться с нашими гостями. И потом, конечно, поговорим с нашими гостями. Окей. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Компании профессионалов Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Итальянская группа «Just» в гостях. «Лучшее в стране». На телерадиоканале «Страна.ФМ». Программа «Лучшее в стране» продолжается. Это «Страна.ФМ». Первый единственный в России телеканал синхронное обещание в «ФМ-диапазоне». Александра Хайрулина, я по-прежнему здесь. И у нас в гостях группа «Джаз» из Италии. Дарья нам продолжает помогать общаться. С огромным удовольствием, друзья, узнаем о жизни и творчестве наших гостей. Ну и, конечно, о дружбе Италии и России. И мне хочется узнать, ребят, что вы до прибытия в Москву услышали о нашей стране? Вы знаете, когда вы приехали в Москву, в Руссию, что вы слышали о Руссии? Что вы слышали о Руссии? Что было холодно? Конечно, что это холодно. Мы знали, что в России очень любят Италию. Это так, это так. И в России очень нравится музыка. А, и в России очень нравится итальянская музыка. Это правда. И это правда. Ну, в общем, этих знаний достаточно не было, чтобы спокойно ехать в Россию. Я так понимаю, что базируется группа в Италии, в Риме. То есть, вы были все в Риме. И все в Риме. Рождены были или откуда-то приехали? И все в Риме. Мы родились и все в Риме. Да. Чисто римская группа. Чисто римская группа. Дай, Рома, дай. Пурamente группа Романа. А музыка в вашей жизни появилась откуда? Мала музыка в вашей жизни. Как она была? Как вы сказали родители, кто сам решил для себя что бы заниматься музыкой? А кто сделал родители? А кто выбрал для себя? Я, до 13-14 лет, играл в баскетбол. Поехали в фильме, который играл в баскетбол, который играет в баскетбол и открывает себя. Что вы сказали? Канта. 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 И начинает пицца. Хайскул Мюсикл. Хайскул Мюсикл. Хайскул Мюсикл, который был известный фильм. И оттуда я поняла, что я тоже могу заниматься параллельно двумя вещами. Поехали, что я тоже могу заниматься параллельно двумя вещами. Конечно, конечно, критика со стороны друзей. И только девочки занимаются. Это параллельная жизнь продолжалась два года. После этого я оставила все и всех и выбрала для себя меня. И я полностью посвятила себя меня. И потом была в консерватуре или сначала какая-то в Риме школа музыкальная? На школа музыкальная? Нет, музыкальная школа в Риме. А брат? Или брат? Тоже баскетболист? На самом деле, поскольку его брат, его стресс-пене родилась раньше, чем моя. Пензо, у нас есть фотографии в семье, где три года и он уже поет. И микрофон был больше моего лица. Ну а что родители? Они нормально отнестись к тому, чтобы решили посвятить себя в жизнь творчеству? Это санта, у вас родители с зеонок, я в этой числе дедикарни, альканто. И наши родители, которые их приветствуют... Нам передаем, пользуемся случаем передать привет своим родителям. Большое. Не, я могу сказать, что они всегда оставили полную свободу выбора. И как это важно? Это очень важно. И мы очень благодарны за это. Стефан, попрошу тебе рассказать. Пошли тебе рассказать. Как у тебя музыка в Плажене? Как у тебя музыка в Плажене? Как у тебя музыка в Плажене? Окей. Я, наверное, начинал еще раньше. Я, наверное, начинал еще раньше. Dentро в браке. Наверное, еще пока его качали в руках. Это одна piccola cosa, un секретом, что я вам сейчас расскажу один секрет. Открою один секрет. Моя мама преподает флейту. Когда я был маленький, я брал ее пюпитер. И делал вид, что пою не существующие песни. Сам сочинял. Например, ты инвентави дали канцони. Ты инвентави дали... И, конечно, я читал песни в четыре года, которые не существовали. Но у меня было большое желание. Это было что-то, что мне было хорошо. Я передаю привет тоже своим родителям. И за то, что они всегда верили в меня. Я очень благодарна. И за то, что они поддерживают меня в том, что я продолжаю. Он говорит, что сейчас он то же самое делает. Он берет пюпитер и поет то, что ли существует. Хорошо. Jean-Marie, ну... А вот и я. И для меня музыка началась с самого детства. Практически я уже до 7-8 лет. В 7-8 лет я уже в душе пел. Я пел песни Паваротти. Моя мама слушала и думала, а... Ну надо же. Она никогда не спрашивала, хочешь ты быть певцом или не хочешь быть певцом. А потом, когда я подрос, я начал заниматься с преподавателем. И начал понимать, что это может стать делом жизни. И оттуда, собственно, все пошло. Конечно же, всегда с поддержкой родителей. Ассolutamente. Пленamente д'accord. Всегда. Полностью с поддержкой родителей. Мне вот интересно, факультет, где учились, ребята. Это эстрадная факультет. Вы, в это факт, школа музыкальная, университет, консерватория, Кузе. Да, это музыкальная школа. Это музыкальная школа, вокальная школа. Нет, закончили все консерватории уже. Нет, вокальная школа, вокальная школа, да? И вот вы уже сказали, что один педагог. А вы должны быть университетом. Да, один педагог. Университетом, скажем так, да. Как он относится к вашей идее, что вы, в общем, будете сидеть дальше шагать в вашу жизнь? А университетом, как он сказал, когда вы решили декорировать группу? Ну, и что-то мне подсказывает, что вы еще обязательно что-то для себя новое откроете для нас? Это всегда, это всегда происходит. Учиться никогда не перестаю. И, конечно, мы уверены, что нельзя никогда прийти к какой-то точке. Всегда нужно идти вперед и открывать что-то новое. Ну что, друзья, вот сейчас, наверное, тот самый момент, когда хочется очень попросить Круту Джаст исполнить нам уже, послушать все, что называется, живем здесь в студии, эксклюзивно в свидетеле радиоканала «Страна.ФМ». Система «Страна.ФМ». «Само пронди». « Пронди?» « Пронди. Сс péов. «Саст au- ». «Сola, сада». «Сola. » Vai, non ti voltare, anche se il cuore non può capire che noi non siamo fatti per noi, lo sai. C'è in ogni amore un prima o un poi da cancellare. Io e te abbiamo il nostro passato che è qui. Forte più di noi, dei nostri perché, di quello che sei, di tutto ciò che vorrei. Io per te morirei, tu so che mi vuoi. Ma c'è un destino oramai forte più di noi. Noi, senza un'uscita schiavi ed eroi di un'altra vita. Io e te, con il futuro a metà, vedrai forte più di noi. Io per te morirei, tu so che mi vuoi. Ma c'è un destino oramai forte più di noi. Oh... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров Н embaixo Корректор А.Егорова Редактор субтитров Русские девушки и женщины очень любят итальянские мужчины. Вы знаете, что русские девушки и женщины очень любят итальянские мужчины? Вы знаете, что русские девушки и женщины тоже любят русские девушки. А вот мы здесь. Среди ваших знакомых есть пары такие, которые... Вы знаете копии италорусские? Фессионально... Я была русская девушка. Он говорит, когда я был маленький у меня была подружка русская. Он итальянский, а она русская. Он итальянский, а она русская. Среди ваших знакомых нет таких пары. Я её в семье, а в Италии-Руссии. А то есть, фрай и ваших знакомых не имеют копии... Аминии не имеют... Аминии? Да. Нет, итальянские. А, нет. Я говорила о копии... Спасатели. Ну, слушайте, это прекрасно. Тогда, значит, вам ещё есть чем удивляться и вообще... Нет, у них есть. Есть, 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 друзья. А, есть такие, да? Есть, есть, есть. Хорошо, тогда раз уж мы затронули эту тему, я хочу вас попросить, каратенчика каждому сказать, вот описать идеальную женщину. Скорее. Одна идеальная. Что? Белая вопрос. Хороший вопрос. Прежде всего, sincerность. Синчера. Искренняя. Первая вещь. Это самое важное. Так, хорошо. Я думаю, что леальность, это важное. Верность, это важно. Лояльность, верность. Мы тоже умеем, да. Хорошо. Мы тоже можем сделать это. Я думаю, что леальность идеальная, которая, 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 которая поддерживает твои увлечения, которая позволяет тебе открывать новые увлечения. Ой, ну так как русские девушки могут поддерживать, никто не поддерживает. Белая эта. Я боюсь отвечать после Андреа. Я боюсь отвечать после Андреа, потому что у него очень глубоко это получается. Но ты должен сказать что просто красивое. Ты видишь, что я была? Я думаю, что это не самое важное. Но это не самое важное. Но это не самое важное. По опыту знаешь, что это не самое важное. В Ниталии говорили, что образователь неизвестен. Внешность привлекает. Возможно, в ней, в общем, это когда она приходит в сердце. То есть, все остальное, то есть, все остальное, то есть, химикой. Какое-то магнитное. Потрясающий ответ. Мы не думали, что ответа не очень. Он говорит, что понятно, блондинки с глупыми глазами. Да, тоже в первую очередь. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.FM. Друзья, программа продолжается, но у нас времени остается очень мало, а так не хочется отпускать музыкантов группы джаст. Но что делать? Значит, встречи наши будут достаточно часто проходить, я так думаю. Да ведь? Да, да. Перфекто. Друзья, для того, чтобы мы успели и послушать еще раз ребят живьем и поговорить, давайте попросим сейчас исполнить то самое песню, о которой мы уже поговорили чуть ранее. Это песня с «Трой любовь, от моего сердца». «Трой любовь, от моего сердца». Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok